экспедиция ритейл продолжает свою работу и мы сегодня в городе набережной челны рядом со мной дмитрий калачев генеральный директор торговых сетей в прок и циркуль а также председатель совета дрогере союз с которым мы регулярно работаем сейчас есть возможность поговорить как раз о дрогере о том как развивается данный рынок и вообще как поживает здесь вообще татарстан и не только то есть те регионы в которых представлены наши сеть добрый день дмитрий я рада что у меня появилась возможность в вашем офисе побывать стать отдельно отмечу офис очень приятно и настраивает на рабочий лад давайте сейчас прямо на старте немножко про то как давно вы сюда переехали почему все-таки занялись красотой и всегда ли так было чуть-чуть о том переехали два года назад потому что у нас тут ряд буквально там в 100 метрах находится старый офис который у нас был собственности них стал перестала хватать место компания развивается и вот построили здание здесь второй этаж достаточно долго пустовал и мы решили расширить площадь чтобы сделать более комфортные условия и как когда когда начали строить был черное помещение соответственно было проще с ремонтом то есть на самом деле начали думать как уже по обратились к дизайнеру ну и я не думаю что тут скажем так затраты как-то принципиально были бы меньше если бы там сделали это там менее более традиционный дизайн то есть ну дизайн лофт сейчас это такое общее место уж мы старались в этом направлении что-то сделать два года назад это как раз пандемия 21 год да но мы начали чуть раньше то есть приехали на мое дни рождения 10 сентября там 21 года третий долго работали я ничего не знаю 10 сентября переезжаю у меня подарок это не очень быстро закончили за последнюю и вот потихоньку начали переезжать и использовать этот офис сколько сейчас человек работает вашей сети сказали это начали быстро расти не хватает помещений ну я про офис офис порядка 150 человек ну а вся сеть со всеми сотрудниками ну если включать франшизные магазины других регионах но это больше 1000 там может 1200 человек давайте сейчас уже коротко именно географии вашей сети сколько сейчас магазинов почему два бренда вот немножко исторический след попробуем посмотреть ну мы родом из набережных челнов то есть мы отсюда начали открывать магазины как бы исторически так получилось что я работал начал работать в компании procter and gamble застал кризис 1 наверное своей жизни 98 года и там компании тоже были была оптимизация и мне предложили переехать другой город но я решил остаться здесь ну и вот тот опыт который был накоплен работая такой передовой компании мы решили реализовать открывая собственную сеть на самом деле многие вещи которые мы внедряли идеи они были скажем так подсмотрены или украдены у партнеров с которыми мы работали то есть я тогда уже девяносто восьмом девять седьмом году девятом году видел первые магазины самообслуживания у нас в городе были я видел насколько это увеличивает продажи и поэтому мы когда открывали мы сразу начали открывать самообслуживание хотя естественно в то время ну там подавляющее большинство магазинов там девять процентов в этом формате до хостовары там троги тогда никто не говорил это были магазины через прилавок мы открыли первая наша была особенность то что мы были самообслуживание второй момент то что мы буквально с первых месяцев начали использовать товарный учет на основе штрих-кода для того времени тоже было необычным то есть насколько я знаю да мы были одними из первых вообще в городе кто стал это использовать что соответственно и наверно помогло нам как-то получить какие-то преимущества вот и вырваться это был девятом году мы первый магазин открыли и постепенно естественно как бы развитие шло достаточно долго связано с тем что я недостаточно было ресурсов у нас не было этого никакого бизнеса да на свои деньги открывали и ускорились наверно темп у нас такой более-менее начался это где-то после 2004 года когда мы смогли получить первые кредиты у сбербанка то есть они нас туда поверили тоже ну как бы для того времени было необычно банки сейчас наверно кредиты я смотрю мне каждый день одобрять какую-нибудь там ипотеку там до 15 миллионов там еще что-нибудь сейчас тогда раньше такого все таки не было очень много зависело от людей поверят не поверят и тогда поверили и мы получили первый кредит и начали более активно открываться расширяться ну и на следующий такая точка была когда мы там столкнулись с какими-то вопросами когда нам нужно было что-то делать это был уже на следующий кризис да мы от кризиса до кризиса живем это был 2008 год когда там тоже финансовые изменения сильный рост цен там много что было интересно вот и в то время мы как раз начали в том числе и расширять ассортимент расширять формат магазинов стали искать разные категории то есть мы как бы ну просто методом тыка что называется брали там все что увидели все что не прибито гвоздями ставили там тазики косметику констовары и все что находили ставили начинали продавать и там где мы получали какой-то успех эта категория у нас и прижилась так у нас и получилось там и колготки косметика и констовары и посуда то есть у нас кругу говоря осталось в том виде в каком это было востребовано и поэтому формат скажем так он был сформирован нашими потребителями за многие годы посещение наших магазинов изначально не было никакой концепции то есть это был магазин бытовой химии как бы начинали порошок стиральный там шампунь вот это вот и а дальше уже ассортимент формировался просто исходя по спросу потребителей как рынок менялся и так далее сколько сейчас магазинов прок сколько циркуль 153 магазина в прок 160 магазинов циркуль они идут парно рядышком как на самом деле вот когда появилась идея первое открыть магазин циркуль это категория у нас констовары была одна из самых растущих одна из самых доходных и мы понимали в какой-то момент поняли что мы внутри магазина нашего drogeri мы не можем дальше и развивать она занимала там у нас 6 стеллажей и понятно что если это расширять то как бы ну это уже будет совсем непонятно что нам приходилось бы чем-то жертвовать вот и мы тогда решили что есть смысл попробовать отдельный формат и у нас появился магазин циркуль которым было изначально 37 стеллажей то есть из 6 сразу 37 конечно это было для нас таким вызовом нам потребовалось время чтобы сформировать ассортимент чтобы научиться продавать ну вот идея была именно в этом то что нам нужно было расширять категорию в рамках существующего формата существующих магазинов мы не могли этого делать естественно логически было сразу ну изначально то есть когда у тебя есть сеть ты понимаешь где нужно открываться то есть не нужно даже никаких исследований мы просто видели продажи констоваров и мы старались дополнительной площади либо оптимизировать существующие либо там до снимать и открывать магазин циркуль и вот когда этот формат ну так заработал более-менее кем 2016 году мы открыли первый магазин в конце года буквально в декабре и в семнадцатом году когда у нас появились первые результатом мы презентовали там тоже идею на дороге союз говорили что вот эта категория который стоит заниматься и тогда вот откликнулся сильнее всех один из наших партнеров пермских это тогда была сеть магазинов практическая магия они заинтересовались этим направлением и вот они так уже как раз сказали что это надо открывать отдельно можно открывать отдельно не всегда нужно открывать вместе и вот они начали открывать отдельный магазин циркуль и мы уже на их примере поняли что это действительно может быть экономически оправданно целесообразные после этого то есть мы стали рассматривать как отдельное направление то есть если есть возможность в синергии в проб и циркуль это работает эффективнее то есть там на общие логистические издержки затратный персонал меньше удается получить например площади то есть мы когда мы разработали большие форматы мы стали конкурировать за площадки например с пятерочки с магнитами то есть та площадь которую могут взять они мы можем взять и поставить наш там максимальный формат поэтому нам тоже дало как бы расширение скажем и мы в какой-то степени можем выполнять каждый как продуктовый магазин в какой-то степени можно выполнять функцию якоря да то есть там 400 500 квадратов площадь магазина наполнена разными ассортим у нас же у нас же есть еще зоокорма у нас есть и хозяйственные товары и то есть специально увеличены то есть в большом формате магазин у нас такое достаточно много категорий 100 зоотовары в данном случае вы выступаете как специализированную розницу то есть да у нас есть бренд 300 кормов то есть там примерно такая же логика он открывается но вот как раз зоотовары мы сколько раз смотрели считали у нас не получается экономика из-за того что все-таки маржинальность зоотоваров она ниже чем у конц товаров и если вы открывать отдельно то затраты там на персонал на аренду они как правило делают это не рентабельно то есть это пока что является категория внутри вашего магазина как это называется шопеншоп шопеншоп вот так вот да то есть это отдельный бренд там другое оформление другой стиль другой дизайн это таких отделов внутри ну наверное уже порядка 40 тоже относительно недавно начали или тогда да это приблизительно тоже вот сначала циркуль нас появился то есть это была такая как бы идея выбирать те категории которые имеют большой потенциал но не могут быть раскрыты полностью внутри существующего формата точно стандартный формат такой основной 75 стеллажей соответственно констовары это еще 37 или большой сейчас есть формат 55 стеллажей зоокорма это еще 18 стеллажей хостовары от 16 до опять же там 80 стеллажей дополнительные соответственно внутри как бы одного формата стандартного нашего такого мы это резать не можем вот и у нас поэтому появились такие вот шопеншоп и мы начали делать соответственно если есть зоокорма у нас рядом с вывеской в проб висит вывеска 300 кормов чтобы загрязь зарегистрированный брат чтобы люди понимали что тут можно купить именно соответственно если вы поймете что уже эта категория до вас начинает быть емкой по маржинальности то у вас принципе потенциально выделить в план маржинальности либо допустим по перспективам да то есть мы же говорим что у нас там животных скоро будет больше чем детей там да то есть и сокращаются стеллажи с подгузниками растут стеллажи с животными на это поэтому по маржинальности я бы сказал что напрямую какая-то успешная да потому что все таки очень конкурентный рынок и представлено очень много федеральных сетях это вообще как бы категория такая убийца что там маржинальности на самом деле в ходовых брендах то нет какая-то маржинальность остается именно специализированных там надо быть экспертом то есть они не не разрешают подавать в неформат магазин только в магазинах зоокормов что мы в принципе и сделали так погрузились сейчас на старте вот получается что у вас следующем году по факту сети и становится 25 лет ну вы знаете я это очень легко уже имею мечта что уже неоднократно напоминаю нашим зрителям что в следующем году проекту риту точку 25 лет и по факту очень интересно понимать что мы вот сейчас на протяжении экспедиции прошлого года и этого года все время уже все больше и больше сталкиваемся с людьми которые когда-то начинали вот 90-х годах бизнес и более-менее первые старты какой-то более привычных уже форматов или привычных названий магазина до сетей это же так и иначе приходится 98 90 97 98 99 года получается что у многих как раз или только-только от гремел юбилей или вот 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 предстоит так что у нас такое 25-летие ритейла реально наступает для многих вот так что ответить можно тоже уже начинать вас поздравлять с юбилеем на следующий год да сейчас сколько из каю вот в ассортименте вы так стеллажами это меряете чувствует да и вот если рассматриваете про циркуль и впрок насколько пересекается ассортимент этих сетей ну вообще как бы если бы смотреть максимальный формат магазинов прок это до 30 тысяч из каю и до 8000 скаю этом ассортимент магазинов циркуль все самое популярное то что есть циркуль и она представлена во впроке то есть на самом деле это как матрешка то есть весь ассортимент впрока он есть циркуль и интересное было такое исследование мы хотели понять как это работает вообще но насколько это понятно что когда открывается циркуль рядышем со впроком категория падает в конц товаров во впроке очень сильно причем она падает ну ну раза в три наверно и мы пытались пойти в чем дело на самом деле во впроке цены ниже потому что у нас есть система скидок основанная на скидка по пластиковой карте скидка по промо-коду которых в циркуле нет вы всегда можете купить один и тот же товар дешевле впроке когда мы посмотрели именно выжимку вот мы взяли товары которые представлены и во впроке и в циркуле вы прям дверь в дверь магазина выяснилось что в циркуле они продаются до минимум в три раза лучше при том что цена выше и как бы вот это был такой один из вопросов почему это происходит как это вообще работает но как бы мы для себя сделали определение что все-таки это та категория где выбор важнее выбор играет роль и человеку допустим но условно говоря когда ты видишь там одну две ручки пусть даже по хорошей цене тебе во первых сложно сориентироваться по поводу цены когда ты не видишь весь спектр предложения и у человека не возникает ощущение лучшего выбора ему надо все-таки дойти туда где этих ручек много посмотреть сравнить ценить и выбрать ну то что ему больше подходит кстати интересно что он выберет именно то что есть во впроке потому что он самым популярно но здесь он получит как бы удовлетворение своего выбора потому что у него есть возможность сравнить во впроке нет такой я уже до того как к вам пришла на интервью успела заглянуть в один из ваших магазинов я могу сказать что я уже там практически захотела купить там сотню карандашей которых вроде мне не нужны ну потому что они выложены знаете даже не то чтобы там как-то необычным образом но тебя там стоит выкладка вот это женевская палитра дали на тебя эти карандашики смотрят женевская палитра спорта красота и да я уже с покупкой то есть это нашла любопытный дневник для ребенка понравился как он кстати вот выглядит массивно но при этом очень легкий то есть я понимаю что там как этот баланс уже подобран скорее всего и еще котиков наклеечки с котиками я не смогла пройти мимо этот вопрос о том что я в данном случае четко за собой от сми отметила вот это эмоциональный момент что с одной стороны просто среагировала на котиков которые мне очень понравились милота и все как такое а с точки зрения ребенкиного выбора дамы смысле для ребенка просто решили что точно нужно давай посмотрим и вот что-то показалось интересно но вот именно в этот магазин здесь мы как раз были магазине где рядом находится и цирку лифт прок это получается отдельно кассы фактически друг на дружку смотрят вот такая как бы планировка а вот таком случае люди они все равно вот таких магазинах где рядом буквально кассы находятся люди не путаются где как они находятся ну вы имеете ввиду технически были такие моменты когда человек может взять констовару условно грива в проке прийти там пробить в циркуль там ну да поэтому мы пытались выделить стеллажи там красные желтые касса там отличаются то есть делаем какие-то специальные рекламы выделяем что-то разные магазины стараемся в этом направлении но в итоге как так как это магазина что называется в одном кармане да то есть ну пересортится там недостачи там мы эти проблемы уж решаем как и что называется внутри вот много так часто задают вопрос а не не стоило ли допустим объединить ну например мы понимаем что если допустим здесь в городе нас хорошо знают то допустим бренд в прок там за пределами он не очень известен и нам очень сложно его продвигать в отличный пример от циркуля циркуль за счет своего названия за счет своей концепции но очень понятен людям то есть мы открываемся в любом новом городе ульяновск тольятти челябинск екатеринбург казань то есть и не нужно ничего людям объяснять они понимаешь магазин констоваров когда мы открываем магазин в прок люди конечно то есть они во первых наша система достаточно сложные вот эти вот с тем лояльности этой скидки если здесь привыкли люди пользоваться то в других городах эта проблема и возникает как бы ну то что люди не устраивают цены либо допустим набор товаров непривычные очень часто бывает что люди не готовы покупать какие-то вещи если они не привыкли им пользоваться то есть нужно время и мы можем сказать что допустим выход там на какие-то плановые стабильные показатели у впрока может занимать до 3 лет в новом регионе то циркуль это делает там буквально там два-три месяца поэтому мы не стали их смешивать объединять и потом все-таки мы концептуальных разделяем то есть если мы говорим про впрок это такой магазин достаточно утилитарный очень часто там даже называли как люди взрослые там на хозяйственный магазин который привыкли к делению продуктовый хозяйственный хоть мы и пытаемся там сделать красоту какую-то навести и так далее то циркуль это магазин где мы хотим больше чтобы было какой-то такой эмоциональных спонтанных покупок основанных не на том какой-то утилитарной потребности а на удовлетворение таких вот эмоциональных каких-то потребностей что-то новое что-то интересное вот немножко разные поэтому все-таки мы их разводим и вот если посмотреть будет возможность заехать именно в циркуль после реновации там мы добавили цветов добавили какого-то контента слоганов там там выглядит повеселее выглядит поэтому вы уже сейчас отметили то что впрок тяжелее давайте немножко про нейминг да все-таки в девяносто девятом году когда придумывалось название вполне себе понятное вроде как для такой сети особенно если подкрепляешь ассортиментом который видишь но у нас сейчас когда мы в интернете гуглим да и на слово впрок у нас вылезает все-таки одноименный проект развивает который эксперт групп вот как вы с ними делите название не мешает ли это вашей работе ну на самом деле у нас торговый знак зарегистрирован достаточно давно и но вот они когда стали развивать свой проект перекресток потом они начали называться прикресток впрок потом просто впрок то есть они но если посмотрите почитаете концепцию то как бы у них есть понимание что по покупке да то есть человек там делит то что то что здесь и сейчас там то что нужно на неделю это что нужно там впрок и как раз я так понял что то этот вот онлайн гипермаркет который они развивают они именно зацепились за эту концепцию где-то видимо у них это проскочило и они достаточно долго настойчиво обращались к нам с просьбой разрешить использовать это название в принципе мы договорились у них на сайт на латинском впрок точка ру у нас на кириллице впрок точка рф ну связано это с тем что все-таки они работают федеральном масштабе мы достаточно локальные и наверно с нет амбиций превратиться некий федеральный проект ну и мы решили что в принципе для нас это не проблема ну а им очень нужно было поэтому мы пришли к такому соглашению касаемо масштаба все-таки география до проекта сейчас где тот же нет прямо что в циркуль да можно встретить максимально далеко это вот номер жилем какая ваша с география самая дальняя точка сейчас это город омск были у нас в свое время пилотные проекты в городах томска новосибирск наверно томском самая далекая точка вот ну там ряд технических сложностей мы не смогли но он в магазин в городе омск 5 работ 5 магазинов франшиза франшиза да это восточная наверно самая самая западная часть наверно пока все-таки казань казань ну ульянов с тольятти на юг тольятти получается сама южная точка на север это ну пермь пермский край там там много у них городов разных и даже не могу все назвать именно по названию городов это все франшиза да это все партнеры сколько сейчас партнеров у вас в портфеле смотрите мы как бы не ставили свою цель как-то активно развивать партнерскую сеть мы хотели работать именно с людьми которые из розницы потому что работать с людьми которые не имеют отношения к этому бизнесу достаточно сложно по ряду причин что не всегда понимают риски которые за собой ведет да то что ну вы понимаете какая бы классная концепция как бы классный 8 магазин не был есть всегда шанс открыться неудачно и надо быть к этому готовым и спокойно к этому относиться а если человек не обладает опытом не обладает там достаточными ресурсами например открытие одного-двух там неуспешных магазинов это приводит к конфликтам фрустрации и прочим неприятным моментам поэтому мы работали с людьми в рознице это вот была сеть практическая магия это мы работаем получается то сразу ижевская оптима у нас открывает циркуль и по франшизе и екатеринбургская сеть плюс плюс но они там другие проекты тоже развивают в том числе и вот в омске получается нас 44 партнера очень хорошо вы сейчас заметили что если не было у предпринимателя вот каких-то больных моментов связанным с открытием закрытия магазин а что для вас в какой в какой момент стало условно просто вам как руководителю как управленцу условно закрывать неэффективный магазин всегда каждый магазин был как как ребенок да то есть наверное там пока да у тебя больше десяти детей наверное уже к этому относится проще на самом деле и мы ну да просто выработали нас же несколько учредителей то есть соответственно решение принимается коллегиально поэтому есть несколько такой личностный фактор он все-таки нивелируется мы можем принимать более объективный скажем так решение меньше основанной на каких-то личной привязанности я думаю что достаточно быстро мы к этому пришли то что переносили закрывали магазины не тот недолго мы по этому поводу горевали нормальная история вернемся чуть-чуть к ассортиментам и так у фуд ритейлера самые востребованные товары многие лет и многие годы остаются бананы курица какой товар самый востребован вашей сети или может быть знаете вот какие-то особенные моменты когда что-то так что нужно было брать и бежать может быть какие-то такие моменты тут да то есть если можно вопрос группировки немножко такой потому что если говорить о каких-то категориях да то наверное можно сказать что до сих пор у нас самые востребованные категории стиральных порошков это как неудивительно из категории в обороте один из лидеров это краска для волос у нас и ну наверное еще так можно выделить средства женский гиен это вот из категории если углубиться как-то на уровень поле понятных вещей штуках то товар номер один у нас и наверное где-то в округе там может быть ближайших на 500 километров это челнинская туалетная бумага местный хит да то есть он в штуках он не теряет свои позиции несмотря ни на какие конкурентные там рост рост количество конкурентов он вот стабильно занимает очень такую заметную долю до люди все-таки и втором месте по штукам это тетради и корма для животных именно консервированный корма паучи так называемой если говорить об этом но периодически возникают да такие позиции которые становятся ну например для нас был таким одним из последних открытие баночки для анализов допустим да как бы чисто такой аптечный товар оказалось что ну им часто пользуются опять же допустим когда мы работаем цирку нас же аудитория от школьники каждый там школьный год каждый там пионерский лагерь или летний отдых это обязательно анализы да это обязательно анализы то есть и в принципе они очень органично легли сначала в циркуль потом мы добавили вопрос и в принципе люди нормально к этому отнеслись а что касаемо того откуда товар до насколько много там сейчас условного китая понятно что сейчас сильно поменялись направлении в эту страну да даже если ты до этого там старались это все это привозить как сейчас вы можете назвать насколько много как какой процент российского производства на самом деле все таки большая доля была европы всегда у нас да и по известным причинам ее доля там практически но очень сильно снизилась много ушло хотя допустим и европа в виде турции она очень представлена сильно доля турецких производителей у нас значительно выросла но все-таки лидирует по объему конечно российское производство и достаточно много было построено завода в том числе и транснациональными компаниями свое время то есть принцип производства развивалась достаточно успешно на территории россии многие вещи делают в россии но но не все да то есть например то что касается допустим кассет для бритья станков для бритья российское производство если есть то она как бы не дотягивает и даже китайские производители им сложно конкурировать по качеству с европейцами ну вот допустим стм в бритье у нас китайского производства есть честно сейчас наверно не смогу вам сказать в процентах он точно выросла доля то есть все-таки сейчас это на первом месте на это россия думаю на втором месте все-таки турция по объему на третьем месте китай вот и белоруссия соответственно тоже достаточно большой объем продаж не могу никогда не анализировали в принципе для нас это без разницы потому что мы всегда понимали что сегодня вы там покупаете продукцию сделанную турецком заводе завтра может произведен быть в российском или там или брэд на китайский то есть даже в рамках drogeri союза и стоим периодически могут производиться то в россии то в китае то в турции ну вот как раз drogeri союз уже вот ухватили сейчас для вас как человека который среди основателей да вы drogeri союза давайте немножечко затронем вот так некоторый исторический момент в какой момент все-таки вы приняли решение что надо объединяться и обозначить и может быть там вот как текущее состояние вы как председатель ну прямо исторически 2015 году первые у нас начались контакты по поводу создания drogeri союза и как бы интересно что это пришло как бы не изнутри отрасли да это пришло извне то есть владимир бог он достаточно известный такой предприниматель который развивает именно кооперативное направление и он нам открыл глаза на то что вот в этом есть я я бы не скажу что для нас это было совсем тайной мы общались конечно с другими сетями мы ездили в гости многих знали то есть встречались на конференциях но вот наверно до тесного сотрудничества не доходило я даже знаю почему либо конц может скорее всего просто было достаточно комфортно пока условия не сложились таким образом что мы начали понимать что самостоятельно мы уже где-то не вытягиваем единственное здесь вот развитие именно собственно торговых марок вообще в принципе не не внутри drogeri вообще в принципе этот идея многие попробовали многие столкнулись с тем что это делать сложно в одиночку с нашими объемами это делать сложно это был один из таких триггеров которые заставил нас задуматься об этом что можно делать это вместе это будет гораздо эффективнее и можно больше заработать ну и соответственно конечно внешние угрозы в виде развития федеральных сетей которые требовали от нас объединения усилий в разных направлениях но все-таки пир первое и такое главное наверное создание собственно торговой марки вот и мы начали этим заниматься объединились но мы пробовали разные варианты там до пробовали какие-то централизованные закупки делать так далее но если посмотреть по эффективности то ну допустим там совместная закупка чековой ленты там дает там знаю на круг там условно говоря там 0 0 5 процентов там от оборота там прибыли до совместное создание торговых марок она дает там уже там проценты то есть ну значительно увеличивает маржинальной сети сколько сейчас стм drogeri союза вашей сети ну вот если процентном соотношении последние данные вот у меня есть это значит порядка семи процентов у нас в обороте составляют стм но у нас кроме drogeri союза других стм нет и 9 процентов валового маржа на самом деле drogeri союз для нас это поставщик сейчас номер один по маржинальности уступает по по обороту только проктору вот на по маржинальности это превосходит все федеральные компании что касаемо промо все таки вот вы сейчас уже тоже в нашем разговоре уже упомянули что вас достаточно сложная система лояльность при этом я так понимаю что она выстраданная и она тем как раз может быть и для кого-то и цена что ее нужно было вот заработать возможно да как давно у вас вообще появилась история с какими-то вот система лояльности чему лишь только сейчас начинают и развивает особенно в генами сетях да и в чем же такая особенность что вы видите не просто работать в других регионах такая система система лояльности у нас да тоже это был как бы реактивная штука была то есть мы не хотели этого делать то есть у нас никогда не было задачи там какую-то ценовую там борьбу вести с нашими конкурентами и первое что мы сделали свое время это скидка по банковской карте и это в общем-то от бедности от нашей было потому что у нас не было возможности но инвестировать вообще в этот выдачу там пластиковых карт это было там 2004 год по моему это сделали когда местные конкуренты стали достаточно жестко конкурировать с нами по ценам и мы начали терять прям заметно терять продажи нам нужно было реагировать и мы понимали что если мы будем просто как бы тогда не было даже понятия промо они просто снижали цены на все сплошняком и мы понимали что если мы сделаем нечто подобное ну просто мы уйдем в минус и вот мы стали искать какие-то варианты диверсификации и как раз в тот момент активно развивались зарплатные проекты вообще карточки только начали входить нашу жизнь и вот мы решили просто банковские карты сделать нашими дисконтными картами любопытно что банки очень живо отвлекнулись потому что как какая была там до практика надо было зарплатной с карточкой прийти к банкомату снять наличку да а банк был естественно заинтересован в том чтобы люди держали остатки на счетах на своих и когда мы сказали что мы будем давать скидку при оплате банковской карты вот все банки с которыми работали они согласились участвовать в продвижении этой идеи и каждый кто получал банковскую карту он получал вместе с ней рекламу там виде календарика о том что при оплате в магазине впрок можно получить скидку 10 процентов как интересно то есть это в общем-то был такой что голь на выдумки хитра что называется до денег не было ни на рекламу ни на что то есть и вот мы решили до сих пор же практически все время у нас разговор ведется о том что по картам расчет для сети не выгоден ну потому что у вас еще процент потом банковские прочее я вот буквально восемнадцатом году еще кому-то рассказывала о том что надо вообще безнальными платежами озадачиться потому что в региональных магазинах зачастую могли не принять карту да вы на в 2004 году уже игрались на тему тоже скидка но мы принимали все карты 2004 года тогда же был тоже зоопарк там уже были такие и там сейчас название вспомнить какие-то были причем там технологии то было же это были карты оффлайн что называется то есть там интернета не было карточка вставляться там как-то записывалась потом проходила инкассация терминалом в общем у нас там стоял такой метры полтора разного рода терминалов с разных банков золотая корона там сбер карта была тогда stb карты были то есть разные разные карты они не не были за ним одним терминалом нельзя было бы у астис у нас стояло 45 терминалов разных банков и мы принимали все карты и тогда вот мы начали так активно развивать и на тот момент конечно доля безналичных платежей была не очень большая и это не сильно сказалось на нашей маржинальности но как бы это стало таким моментом заметным и скидка 10 процентов по тем временам она была очень существенная дату игру промо не было люди с удовольствием это делали и мы здесь получили известность а потом уже стало поздно что-то менять атака про сейчас программа лайнерс как она выглядит вот кроме этих вот карт у нас еще есть промо-коды которые можно получить либо в одном из мессенджеров либо в нашем приложении либо вконтакте тоже это была реакция на ставший популярный в какой-то момент знаете скидка 20 процентов там 15 числа не буду называть сети которые так делают но на самом деле многие так делают и как правило тоже была реакция то есть мы старались всегда не повторять действий наших конкурентов мы искали какой-то вариант когда можно будет дать предложение не хуже но на другое и по сути мы добавили еще 10 процентов сказали но не 15 числа в любой день вы можете получить такую же скидку практически 10 плюс 10 нужно получить промо-код и здесь мы уже начали как бы соответственно промо-код получается на телефон и у нас пошел учет что называется персонализм учет да сейчас наверное ну кроме этого у нас еще и скидка для пенсионеров которые тоже привязаны к телефону ну наверное где-то порядка 60 процентов наших клиентов у нас проходит через все мы лояльности мы можем их там отслеживать что делать примерно 40 процентов это люди которые делают покупки у которых мы не можем пресс-инфицировать 60 процентов это сколько сейчас у вас учтено условно держателей карт ну не карта кто пользуется слушать эта цифра там уже за миллион на и на перевалило то есть и тут надо наверное ну как-то ее живых не живых там за какое-то время то есть достаточно много растет мы сейчас так глубоко не анализировали мин сколько смотрим как бы какая доля в обороте все маркетинг для вас это что наша система лояльность сложилась как реакция это не была какая-то концептуальная и продуманная идея что вот мы там хотим чего-то мы реагировали на вызовы и маркетинг для нас все таки мы мы не считаем что вот скидки всем лояльность это вот наш маркетинг мы все-таки говорим о том что мы у дома мы даем широкий ассортимент то что что нас отличает от других сетей это все-таки выбор это ассортимент скидки и цены ну мы что называется следуем за рынком мы тут не являемся доминирующей силой и было бы глупо стараться продавать дороже но в то же время было бы наверное неправильно стараться продавать дешевле потому что ну ну просто не справились у нас ситуация была в двадцать втором году когда резко пошли цены вверх а наша ну как бы мы наша такая политика что мы повышаем цены после поступления товара и мы какое-то время достаточно долго удерживали цены потому что товар поступал по прежним ценам или остатки у нас были достаточны и в этот момент мы просто пришли к тому что магазины просто кончились на мы были вынуждены поднимать цены след за рынком потому что иначе просто товар не стал пустые полки было и самое интересное для нас было такой неожиданный как бы момент что рост у нас был составил тогда примерно порядка двадцати процентов что это привело кстати каким-то логистическим проблемам все кажется не готов был склад например наш транспорт на логистика вот так вот взять в один момент увеличить отгрузки там очень долгое время на 20 процентов туда склад там какое-то время мы недельку там можем там сверхурочную поработать еще что-то но когда это затянулось на два месяца у нас начались проблемы то что но люди не могут даже в таком режиме работать два месяца это значит что все время был повышенный спрос на все до примерно два месяца март-апрель в двадцать втором году мы мы все ждали вот сейчас и уйдет вот сейчас вот ну как обычно же у нас побежали смели там гречку туалетную бумагу сахар муку там и все вроде как бы прошло и мы все ждали ну сейчас закончится сейчас закончится а ты не понимаешь чего ждать и ну нельзя же допустим нанять там на 20 процентов увеличить там штат склада чтобы они нормально работали ну и просто обучить надо какое-то время все равно нужно а ты же понимаешь что вы сейчас это должно же кончиться не может же такого быть вот у нас была такая тяжелая ситуация когда вот возникла именно у нас возникли логистические проблемы иногда мы просто не могли не успевали даже завозить товар магазина потому что у нас работает же онлайн магазин еще и как только товар поступает на склад он доступен для заказа и он приехал его прямо на уровне вот онлайн магазина выкупали то есть он попадал заказы и соответственно нечего было ввести в магазин в то же время мы не успевали завозить заказы у нас там задержка до двух недель доходила со сборкой заказов ну вот у нас были такие проблемы сейчас затронули тему и логистики онлайн и так плавно течет разговор логистика распред склад и как организована у вас поделитесь какой момент уже стали когда более серьезно организованность это делать ну распределительный склад у нас тоже появился очень давно и мы перешли к тому что у нас сто процентов идет отгрузка собственного склада у нас нет прямых поставок магазины и это наверное тоже ну там на 2004-2005 год где-то вот сейчас у нас собственный распредклад 11 тысяч квадратных метров он собственности у нас на новом месте машинки с названиями в прок цирку или у нас там тбп там у нас товар без переплат наш онлайн магазин на машинка наш нет нет если мы говорим про логистику то есть те машины которые ездят и развозят по склада как бы от складок это ваша логистика примерно половину то есть локальный развозки развоз мы делаем свои машинами межрегиональные это в основном наемные через диспетчера или там партнера чуть-чуть тронем тему онлайна увидела что прям отдельно выделен стеллаж на котором лежат у вас заказы поступающие в магазины как у вас сейчас устроена онлайн розницы в какой момент начали активно работать с таким трафиком ну если там говорить в теории это наверное называется система клик and коллег да то есть закажи и забери то есть мы не делаем доставку то есть у нас есть доставка но она платная и она сделана конечно для таких исключительных случаев когда очень большой заказ или куда-то нужно далеко потому что там достаточно дорогая доставка и и как мы столкнулись кстати тоже в период пандемии в двадцать первом году мы делали бесплатную доставку но даже в этом случае она не стала популярна люди предпочитают но у нас буду гардля за всех у нас они предпочитают прийти забрать пункта выдачи где-то наверно там тоже какое-то количество там два три четыре года зато я слышал что до восьмидесяти процентов все-таки это пункты выдачи заказов и люди все-таки предпочитают забирать они не ждать дома курьера вот и поэтому у нас именно такая система до вот того формата который у нас есть у нас был такой более классический магазин когда у нас был курьер на базе магазина мы собирали заказы развозили но что называется не взлетел и вот мы тогда поняли что нужно людям до онлайне и для себя такую открыли идею что в онлайне людям нужен либо уникальный товар который ты не можешь купить в оффлайне часто это бывает например какие-то ассортиментные вещи допустим ну те же краски для волос да то есть огромное количество тонов там да и чтобы держать товарный запас в каждом магазине там это достаточно большой ну неэффективный как правило товарный запас потому что какую-нибудь уникальную там жемчужную краску там да она там не очень большим спросом пользуется поэтому вот для таких вещей то есть ставится популярные на полку а все остальное что может потребоваться но уже в онлайне под заказ есть то есть выполняет вот такую функцию либо уникальный товар либо это должна быть цена ниже чем в оффлайне тогда человек заказывает я понимаю что есть люди которым просто удобно привычно там ну особенно наверное это касается крупных мегаполисов когда нет то есть у нас немножко другая тема и когда мы это поняли мы вот запустили проект мы называли онлайн дискаунтер его задача была именно до сих пор остается концептуально это минимальная цена на рынке то есть мы постоянно ну как бы один из бизнес процессов основных это мониторинг рынка как только мы находим какое-то снижение цены мы забиваем свою базу данных и соответственно мы в онлайне предлагаем дешевле бывает конечно что мы не все успеваем мониторить у нас есть там внутренние как бы такие способы когда человек может сам сообщить о том что он нашел что-то дешевле тоже цену снижаем то есть концептуально это онлайн дискаунтер вот сколько там москве ой там у нас очень много скаю там больше 200 30000 собственно да там порядка 200 потому что у нас еще есть подключены наши партнеры по принципу маркетплейса да то есть загружаются прайс-листы наших партнеров и мы продаем их товар там есть как бы сложности нам тоже из того чтобы сроки доставки были достаточно комфортно нам нужно чтобы партнер от жал товара следующий день не все это могут но от у кого склады поблизости в казани либо в набережных челнах таких немного на самом деле нас сейчас по моему четыре партнера которые работают по такому но в целом если посмотреть по количеству на это больше 200 тысяч скаю доступно к заказу и это у вас было с какого момента то есть не пандемии раньше да это раньше было то есть я нашел первую презентацию по поводу нашего 2016 год мы начали делать онлайн дискаунтер постепенно постепенно мы когда его сделали первый год он был доступен только сотрудникам компании потому что понятно там было очень много нюансов и концепцию кстати пересмотрели когда мы протестировали ее на сотрудниках изначально это была одна такая идея честной цены мы говорили вот мы берем товар считаем его реальную себестоимость со всеми сдержками и ставим честную цену там с маржинальностью пять процентов ну плюс издержки там мы попробовали сделали и да люди стали покупать но мы тогда посмотрели структуру продаж выяснилось что люди например не покупают ну допустим шампуни мы говорим почему вы не покупаете шампунь это же честная цена нам очень по барабану от магните дешевле честно у вас там цена не честно то есть и тогда мы вот пересмотрели концепцию нам пришлось поднять в целом уровень ну как бы чтобы сохранить маржинальность но при этом мониторить рынок и делать предложение дешевле рынка тогда это заработало полетела что называется и только после того как мы обкатали на своих сотрудниках когда это все заработало мы нам люди сказали что да это классно удобно мы пользуемся и мы сказали можете рассказать знакомым примерно такая была идея и достаточно долго наверно года три у нас там рост был там кратный там каждый год мы там росли в два в три раза нас не было никакой рекламы вообще ничего то есть он просто самым таким естественным путем через сарафан разрастался ну мы начали его как-то активно более-менее промотировать примерно вот цена и на года два назад начали только рекламу куда давать чуть-чуть про цифры еще как меняется средний чек вот за последнее время вам как руководителю устраивает то что происходит вообще как чувствуете себя с точки зрения там стабильности чек это один до средний чек тут надо все-таки наверно тоже понять зачем он нужен почему и так далее то есть средний чек рублях когда мы говорим то есть это штуки мы умножаем на цену да то он может расти из-за цены а может расти из-за комплексности и мы в свое время отследили очень такую зависимость что средний чек часто меняется из-за поведения потребителей в пандемии мы увидели резкое падение трафика и резкий рост среднего чека когда ограничение сняли средний чек сильно упал но сильно вырос трафик поэтому на самом деле мы смотрим вот эти два фактора всегда взаимосвязи да то что если произведение среднего чека на трафик приводит к росту продаж там в штуках то ну мы считаем это нормально то есть поэтому конкретно сейчас вот допустим мы видим опять падение трафика вот июнь месяц у нас был но при этом рост среднего чека и рост продаж штуках мы по этому поводу особо не рефлексируем говорим что ну что-то у покупателя происходит в голове и ну не знаю может быть они стали дольше проводить время за городом да соответственно не реже бывают магазинах но делать более крупные покупки в этот момент не делаете какие-то активации заставляющие человеку который мимо по какой-то причине идет все-таки до вас дайте понятно что мы постоянно работаем мы через онлайн через оффлайн там трафик привлекаем но не в тот момент когда мы поняли что трафик упал потому что на самом деле мы делаем это всегда то есть в каком-то плановом режиме ну и опять же как правило ничего хорошего вот так быстро на коленке там за два дня придумать нельзя ну что там смс-рассылку разослать там да какую-то можно или там пуш уведомления поэтому все-таки мы предпочитаем работать как то системно делать какие-то выводы и закладывать их скажем в будущее какие-то активности сейчас за последние там последние там два-три года я вижу постоянно обновлению food ритейлеров магазинов магазин меняется делается новые брендинге делаются концепты кто-то не успев внедрить один концепт уже пересмотрел потому что трафик поменялся мы знаем такие примеры вот как вы к относитесь условно вот этой красоте которая помогает или там не помогает у вас достаточно простые магазины опять же я не все еще видела естественно и вот ваше мнение какими должны быть магазины в вашей вашем сегменте во что вы верите я во что вы не старая не считаете нужно вкладываться мы считаем что надо заниматься до обновления тут наверное знаете это какое-то развитие тоже нужно сформулировать все-таки что ты хочешь донести до покупателя все-таки нужна дифференциация мы должны отличаться друг от друга и для покупателя чтобы было понятнее почему ему надо идти либо туда либо туда и для соответственно для нас чтобы выстраивать нормальный бизнес и в прошлом году у нас было обновление формата циркуль причем мы начали именно с него потому что я говорил как бы мы все-таки рассчитываем что это должно что более эмоционально и поэтому там элементы дизайна ну по нашему мнению более важны и опять же мы стали открываться другие города в торговых центрах соответственно мы должны выглядеть достаточно привлекательно ну мы посмотрим потом как выглядит новый формат и вот на этом опыте основываясь мы вот в этом году запустили проект уже по реновации впрока да потому что достаточно давно мы сами как говорится своими силами ну пытаемся что-то менять но все-таки это не носит такой системный знаете концептуальный характер то есть мы понимаем что вот мы хотели бы допустим увеличить продажи косметики как это можно сделать надо и как-то выделить на сделать ее какой-то более более премиальный вот мы покрасили стеллажи там в черный цвет по добавили трековое освещение да то есть но это но если такие знаете с концептуальный магазин не изменился что-то маленьком и где-то выделили зону что-то немножко изменилось понятно что он меняется связи с этим магазин постоянно но решили что правильно все таки зайти сначала спланировать понять как мы хотим а потом сделать и изменить магазину да давно давно работы мы считаем что надо обновиться чтобы покупателю стало интереснее к нам ходить и искать что-то мы это будем делать во что я верю как он должен выглядеть ну на самом деле то есть вот то что я сказал как бы такая рыночная ниша до дроггере магазина это вот ассортимент да то есть конкурировать по ценам сложно потому что все таки эффективностью но будет уступать там гипермаркету любом случае и скорее всего даже онлайну где-то будет уступать при этом с одной стороны обеспечить такой ассортимент который может обеспечить marketplace наверное все таки но ни один магазин физически не сможет до другой стороны даже бороться с пятерочками с магнитами там что называется в локации до у дома то есть уже наверно невозможно потому что они там ну везде там да то есть стоя день в одной точке можно там в радиусе увидеть там уже пяток и того и другого вот но все-таки мы предлагаем именно ассортимент в определенном сегменте то есть это то что не могут себе представить продуктовые магазины и в то же время конечно наше преимущество по сравнению с онлайном это все-таки физическая возможность потрогать понюхать поговорить с продавцом то что сейчас но я по собственным детям вижу мне кажется не стали больше ценить физический мир чем виртуальность они очень много времени проводят виртуальном ли и для них физический мир становится интересным да то есть потрогать понюхать поговорить с человеком живым да то есть получить ответ на кицы вопросы нет чат-бота там до от живого человека и вот я думаю что какой-то там момент такой должен остаться физического мира то есть связь между виртуальным физическим миром вот мы здесь как бы на земле должны стоять плотно и когда стали меняться но циркуль понятно что относительно новый проект он обычно у нас на какой на каком квадраже размещается от 100 до 150 квадратов в прок также нет в прок побольше это примерно 180 300 квадрат вот я сейчас слышу что некоторые игроки ну пытается ну естественно там просчитывая все прочее все-таки в каких-то моментах там уменьшать свои размеры ну все-таки это накладные меньше вы видите для себя задачи в каких-то и видите ли вы какие-то задачи именно уменьшать размеры или любое уменьшение будет собой тянуть резкое сокращение продаж допустим если мы говорим про циркуль да у нас есть два формата 37 из 55 ну примерно 100 и 150 квадратных метров и когда мы открываем на месте вот стандартного формата увеличенный мы видим такую тенденцию что рост продаж приблизительно 30 иногда даже больше процентов 50 но он происходит не за счет вот тех добавленных стеллажей вот те добавленные стеллажи которые мы добавляем дают примерно там 10 процентов прирост продаж а еще 20 процентов дает прирост трафика вот если категория требует выбора то человек идет туда где он самый большой то есть если вы выбираете констовары то вы пойдете в магазин который 150 квадратов они 40 потому что вы хотите быть уверены что там есть ну возможность выбрать именно исходя из этого я считаю что когда мы делаем именно концепцию снова ну вот делаем своим преимуществом ассортимент но мы не можем становится всем маленькими когда вы там условно говоря где-нибудь в метро на остановке по дороге надо человеку забежать купить да вы можете сделать очень интересный такой привлекательный формат с небольшим ассортиментом но он будет работать на другую потребность на потребность именно там максимально удобно близко купить мы все-таки делаем ставку на ассортимент поэтому уменьшать не планируем точно мы наоборот увеличиваем формат просто мы думаем где вот какой-то момент мне кажется у нас есть максимальный формат вот мы заедем посмотрим нам кажется что дальше уже конечно расти не не стоит потому что становится действительно как-то некомфортно слишком большое становится и сложно искать нужно еще категории много категории мелкие их сложно выделять то есть тут без человека вообще-то практически невозможно такие штучки видела да да поэтому оперировать за поэтому как бы наверное вот 300 квадратов мы считаем где-то на оптимальный формат который позволяет впихнуть много-много товара еще ведь у нас высокие стеллажи тоже как бы за что нас часто критикуют что мы имеем ну это уже вот вопрос либо больше товара на квадратное место либо больше воздуха то есть ну вот что важнее для покупателя но я сейчас не буду говорить что мы там однозначно правы но наши пока как бы конце показать соответствует вашему выбору и соответственно люди приходящие туда действительно находит находят ответ на свои потребности вот в опять же продолжаю эту тему обсуждать сейчас я услышала онлайн дискаунтер в котором там больше 200 тысяч наименований сейчас товару присутствует скаю да есть концепты дискаунтеров где на одну потребность один выбор вот в таком сегменте как у вас мы делали и мы делали мы сделали этот формат мы пытались этот онлайн дискаунтер вернуть на физическую землю мы назвали его магазин тбп мы выбрали ну постарались да он назывался также у нас онлайн дискаунтер называется товар без переплат сокращенно тбп мы пытались сделать магазин то есть мы говорим ну классная же идея дешево продавать мы взяли прям все хиты мы проконтролировали чтобы это были лучшие цены и поставили у нас было порядка там пяти пилотных в разных городах мы делали в казани мы делали небольших городах сатарстане ну ничего нет я не знаю то есть почему люди не стали ходить либо это действительно понимать должны быть какие-то прямо низкие цены то есть это должен быть условно говоря там не шапунь известного бренда дешевле чем у всех а это должен быть вот просто какая-то жижа которая стоит там просто копейки я не знаю ну типа вот как там не знаю кого привести в пример не хочу никого обижать там да поэтому вот из того с тем товаром который есть у нас это не сработало то есть где есть бренды да вообще как бы то есть вот с тем товаром где нужен выбор вот как нам показалось не сработало то есть понятно что допустим пятерочка магнит могут продавать узкий ассортимент но люди туда идут же не за этим ассортиментом они идут за друг за продуктами и да они могут купить это и по пути да по пути а вот когда ты делаешь там магазин которым вот только это выжимка находится люди да не ходят он не может привлечь трафик либо ты должен встать где-то на чужом трафике и тогда как-то этот продавать но в общем мы решили что это не поэкспериментировали закрыли как давно этого это было два года назад но там еще время это corporate или 3 не к даче нうん нет тогда я обадами наверно чи – мы стали экспериментировать тогда это был до пандемии и тогда не было никаких таких внешних факторов каких-то диких которые вам на на который мы могли бы сослаться. Но вот мы поняли, что это не дает ни продаж, ни объема, ни маржинальности, соответственно, ничего. На самом деле, один из вопросов был подготовлен про развитие маркетплейсов, то есть второй большой вызов. По факту вы его отыграли тем, что у вас, в принципе, есть свое, но насколько вам приходится ориентироваться, во-первых, все равно вокруг уже очень много игроков, и если раньше условного того же магнита косметик не было, сейчас он есть, маркетплейсы тоже, миллионы и миллионы предложений. Вот в условиях, когда конкуренция серьезно подросла, и это все последние уже 10 лет продолжается, тот ваш покупатель, который с вами, как вы все-таки конкурируете за него, чтобы он не ушел к конкуренции? Ну, смотрите, у нас онлайн появился до того, как заработали активно маркетплейсы, то есть они были, они продавали, но они очень слабо работали именно в наших категориях. Мы вот еще в прошлом году, в 22-м году, мы делали проект, и у нас были планы по развитию нашего именно онлайн-дискаунтера, мы планировали его продвигать в другие регионы. Тогда мы делали анализ, мы прям брали корзину нашего ТБП, и вот тот же самый товар набирали в Азоне, в Айлдбересе, в Яндекс.Маркете и так далее. Разница 30% была у нас дешевле. То есть мы говорили, мы крутые, мы можем продавать дешевле, все классно, мы можем всех победить. И на самом деле люди тогда не покупали, ну как, покупали, понятно, что если что-то не могли найти, или так удобно было, но это не было проблемой для нас вообще, мы не замечали, что люди делают покупки там. А вот в 23-м году мы столкнулись с тем, что они предлагают уже цены ниже. Там как бы с чем это связано, ну понятно, что там какие-то промо-бюджеты, наверное, зашли. Для многих маркетплейсов это стало, значит, такой точкой привлечения покупателей, когда покупателю предлагают понятный, известный товар с большой скидкой, да? То есть это и проще его заманить к себе, стать, сделать его... Своим. Да, своим, то есть выдать ему логин, например, там, чем просто давать рекламу, там, зарегистрируйся, условно говоря, там, на Сбер Мегамаркет и делай покупки. Ну, человек говорит, мне ничего не надо. А когда ему говорят, а у тебя, вот, допустим, подгузники, которые там в магазине стоят тысячи рублей, мы тебе предлагаем там за 300 рублей. Я предполагаю, что маркетплейсы часто субсидируют многие такие вещи, потому что они могут монетизировать трафик. Другим образом. Я не знаю, где там, через выдачу кредитов в банке, через продажу там подписки или еще через что-то. Я просто, ну, не знаю, как там у них это устроено. Вот. Я думаю, что здесь, наверное, бессмысленно конкурировать по ценам, потому что у них, они берут деньги, грудят с другого кармана. То есть, ну, ты не можешь, у нас нет этого другого кармана. Ну, а люди об этом так не размышляют? Они не размышляют, но наш опыт показал, что делать покупки в онлайне готовы не более 15% покупателей. Вот здесь? В этом, в этих категориях. Ну, а и по всей территории присутствуют ваших магазинов? Да. То есть, в принципе, мы с этим смирились. Но, с одной стороны, мы как бы раньше зашли на этот рынок, и те люди, которые готовы делать эти покупки, они уже, их у нас делают. То есть, у них есть, что называется, опыт, experience, да, то есть, нам в этом плане, мы их удерживаем, мы смотрим тоже, чтобы все-таки наша цена... То есть, мы раньше, например, не мониторили онлайн, потому что мы были уверены, что там дорого. Теперь мы начинаем его мониторить, то есть, мы будем все-таки держать цены, в том числе и на уровне онлайн. Вот. Для того, чтобы удержать тех, кто был. Ну, с другой стороны, как бы, нормальная конкуренция, да, появляется новый проект, они тоже ищут свои ниши. Мы будем защищать свои. Да, все-таки омниканальность, которая уже стала просто нашей обычной составляющей нашей жизни, где нужно покупательский опыт строить и там, и там, и там. Еще немножко про покупателя. Вы как-то меряете, ну, вот человек, который пришел за заказом, например, стал ли он в этот момент еще и покупателем вашим? Да, конечно. То есть, у нас есть такое понятие суперпокупатель. Супер? Суперпокупатель – это покупатель, который делает покупки и в онлайне, и в офлайне. То есть, у нас есть покупатели, которые мы видим через промокоды, мы видим те, которые заказывают онлайн, а есть те, которые делают и то, и другое. То есть, вот мы считаем, что наша высшая степень развития нашего покупателя – это вот суперпокупатель, который делает покупки и там, и там. Ну, потому что это и удобно, и это ассортимент более широкий, и это цены максимально, и это, в принципе, преимущество офлайна в том, что ты можешь прийти и забрать здесь сейчас. И, естественно, мы меряем, как меняется там отдельно. Ну, большая статистика есть. Если будет интересно, я вот просто сейчас не готов цифры назвать, но у нас растет и количество таких суперпокупателей, и мы усилия прикладываем к тому, чтобы люди делали покупки. То есть, мы рассказываем о всех возможностях сэкономить. То есть, наш онлайн-дискаунтер – это еще одна возможность сэкономить с нами. И мы об этом рассказываем. Вот вы хотите экономить – делайте лучше это с нами, а не с конкурентами. А мы для этого создаем, соответственно, условия. Хотя нам тоже как бы говорили, что вы же, когда вы открываете онлайн-дискаунтер, вы же убиваете свою оффлайн-розницу. Как там, я говорю, лучше я сам зарежу курицу, которая несет золотые яйца, чем это сделает там кто-то другой, да? Ну, на самом деле, никого не зарезали. То есть, как я говорил как-то, что кино не убило театр, так и онлайн не убьет оффлайн. Вот у нас примерно такая картинка, что 15% готовы. Вот на текущий момент в наших категориях 15% покупателей готовы делать покупки онлайн. Остальные не готовы. Еще немножко про цены, про конкуренцию. Многие FMCG-сети традиционные многие годы жалуются на дисгомерации со стороны поставщиков. Вы все-таки, да, обладая там суммарно около 300 магазинами, но все равно это не такой там глобальный игрок, да? Вообще никакой, вообще никакой. Да, и как здесь на протяжении последних все равно, 25 лет, пока иначе вы на рынке, как выстраиваете разговор с поставщиками и как получается? Ну, на самом деле, как получается? Ну, у нас нет, можно сказать, каких-то жестких инструментов. Вы же не являетесь диссебютером глобальным? Нет, не являемся. Никогда не являлись. То есть у нас нет каких-то инструментов прийти там к большим компаниям, сказать, мы там вас выведем из наших там даже не 300, а 150 магазинов. Ну да, если нет. То есть на самом деле никого мы этим не напугаем, мы это понимаем. Мы понимаем свои возможности, но мы в то же время понимаем, что если мы здесь играем, они должны быть представлены на рынке. Ну, мы занимаем достаточно большую долю на локальном рынке, и они в принципе… А какую? Ну, мы считаем, согласно данным Нильсона, да, но так как он считает только половину категории, вот по тем данным, которые у нас есть, это максимальная наша доля рынка, вот в Набережных Челнах это порядка 25%, в Перми это 6%, в других городах от 10 до 14% в Татарстане. Вот, то есть локально мы занимаем достаточно большую долю, они в нас заинтересованы, соответственно, у них есть какие-то бюджеты на нас. Ну, сейчас это вообще как бы мутная история с бюджетами, скажем так, раньше были, старались мы их максимально использовать, да, и нам удавалось делать хорошие промо. Но на самом деле как бы стратегически это все-таки, да, развитие СТМ, это широкий ассортимент, который позволяет продавать Б-бренды, которые гораздо менее, скажем, склонны. Такая ситуация получается, вот знаете, мы поймали момент, когда вот в 22-м году многие же бренды, а бренды, они либо сократили, либо резко повысили цены, либо не смогли поставлять, и мы тогда увидели, что федералы просели, именно потому что вот рынок Б-брендов, он не готов работать с такими ребятами, да, то есть он не может взять и сделать им там 150 фур там какого-нибудь, я не знаю, там, порошка, просто не может. И поэтому у нас в тот момент оказалось преимущество, что мы смогли гораздо быстрее сформировать ассортимент на основе локальных производителей, чем это сделали федералы, просто потому что они долго не могли. И сейчас, в принципе, многие локальные производители с удовольствием работают с нами, потому что для них это меньше рисков, лучше иметь там, условно говоря, 10 небольших компаний, да, чем лечь там под одного большого федерала и, ну, как бы, бояться, что он тебя там отожмет, или перестанет с тобой работать и так далее. Вот, поэтому здесь, как бы, тоже есть свои плюсы-минусы. Я бы не стал говорить о том, что вот наши, то, что наши размеры, как быстрые, побеждают больших, да, сильных, поэтому, ну, наше преимущество в гибкости. И то, что касается транснациональных брендов, мы стараемся сокращать их долю постоянно за счет... Вам приходят новые поставщики? Конечно, постоянно. Как обычно устроена работа? Плачутся ли, что они не могут к вам попасть? Я редко очень общаюсь с новыми поставщиками, потому что есть коммерческий директор, есть категорийные менеджеры, но бывает, как бы, иногда доходят какие-то слухи. Ну, у нас обычная процедура, то есть вы обращаетесь на электронную почту, и, как бы, мы гарантируем ответ. Возможно, сроки ответа не всегда быстрые, ну, потому что не так быстро можно рассмотреть, да, категорию надо проанализировать, состав, там, не знаю, внешний вид, оценить, там, перспективы рыночные и так далее. Поэтому, да, ответы достаточно долго бывают. Ну, и категорию нельзя же пересматривать, там, каждую неделю, да, то есть если она сформирована, категорически к ней вернется, там, через три месяца, может, через полгода. Есть ли какие-то подсказки поставщикам, в какое время лучше обращаться, или вот именно у вас, там, категории плавающие, где-то, какой обычный пересмотр глобальный есть, какой-то месяц, который максимально пересмотрен? Тут, наверное, я могу что-то посоветовать, то есть нужно работать системно, полномерно, то есть нужно связываться с категоричками, лучше, наверное, даже все-таки встречаться, показывать образцы, то есть личное общение, я думаю, здесь все-таки это дает больше шансов, ну, по крайней мере, вы получаете понятную обратную связь, да, почему, почему нет. Потому что бывает, либо вы не проходите, там, по ценам, либо по качеству, либо еще по каким-то параметрам, ну, либо ниша занята, ну, вот при всем удовольствии, ну, нельзя, там, продавать 150, там, одинаковых, условно говоря, кремов, там, для рук, ну, просто нельзя, вот. Ну, как правило, мы всегда говорим... Но производитель считает, что должно быть по-другому. А как? Пускай скажет. Для моего самого лучшего крема должно найти смесь на пол. Нет, мы, как правило, говорим, что нужно сделать, чтобы попасть к нам, то есть либо цена, либо дизайн, там, либо фасовка, либо еще что-то. Мы говорим, что сделайте так, и у вас шансы возрастут. Я в этом плане нисколько не хочу... Ну, мы сейчас находимся в ситуации, как бы, торговой сети, я преодолично понимаю, что за многие годы, что я работаю, там, на мероприятиях, когда мы встречаемся с производителями, и, знаете, больше всего слышно тех производителей, которые по какой-то причине не попали, и, соответственно, их громче. А я же всегда прихожу в магазины, говорю, о, ведь стоять, работают, продажи идут. Если сейчас, например, ну, если вы можете, я понимаю, что вы непосредственно, наверное, ассортиментом меньше стебетен занимаетесь, у вас другого рода, но, может быть, есть какое-то понимание, в какие категории вы хотите увидеть новых поставщиков? Я бы, знаете, как бы обратил внимание тоже бы поставщиков на работу вот с маркетингом, с брендами, да, то, что мы видим, что многие бренды транснационально уходят, а качество работы наших поставщиков с брендами, оно все-таки сильно уступает, то есть они не всегда, там, понятны рынку, ну, то есть они же, как, очень часто делают какие-то, ну, под 600, да, то есть вот вышла какая-то, условно, мицеллярная вода, Глориаль выпустил, и все начинают делать, там, мицеллярную воду, да, то есть потому что выпустил. Инновации мы ждем от наших производителей, то есть делайте инновации, делайте новое, работайте с брендом, чтобы он был, ну, чтобы он был интересен покупателю, с точки зрения продвижения, нужны хорошие какие-то, может быть, контент какой-то хороший, легенды, какие-то истории, да, про то, что, там, я не знаю, там, с дореволюционных времен, вот, допустим, мыло братьев Крестовниковых, что ли, да, вот Казанское, ну, вот какие-то такие легенды, они же интересные, и можно продавать мыло, то есть это вот что-то такое, вот, в таком стиле, да, ну, как один из вариантов, я не говорю, что именно такой, можете привезти, там, инопланетное мыло какое-нибудь, да, там, сказать, что вы его на Альфа-Центавре где-нибудь добываете, то есть, ну, придумайте интересную историю, сделайте хороший бренд, поддержку сделайте хорошую, и шанс попасть гораздо больше будет, конечно. Очень много же вещей похожих друг на дружку, и это вот, вот это, наверное, затрудняет проникновение в сети, а не то, что сети такие упертые. Если вы принесете что-то новое, интересное, ну, прям, я думаю, возьмут. Есть ли примеры, ну, если вы знаете, когда какой-то условно новый поставщик с каким-то новым, неизвестным для рынка брендом начинал с вами, а сейчас стоит в более широком количестве магазинов, в том числе конкурентов. Синергетик. То есть он начинал, ну, он начинал с Дрогери Союзом, я знаю, что вот нас, по-моему, семья познакомила с ним, Самарская сеть, мы были, ну, тоже… Одни из первых, да? Да, то есть они были интересны тем, что их не было нигде в свое время. Сейчас они стоят, ну, везде. Ну да, то есть, это, как говорится, было бы желание, возможности найдется, и я всегда в этом плане предлагаю не смотреть сразу в сторону самых крупных игроков, потому что все-таки изучать своего покупателя сейчас можно разными способами, но региональные игроки – это один из таких понятных, очень таких весомых и быстрых, наверное, отклик. Ну, в этом плане, опять же, как бы Дрогери Союз, когда к нам приходят какие-то поставщики с какими-то амбициями, я говорю, вот есть Дрогери Союз, который вам может дать рынок, там, сопоставимый, скажем, с федералами, то есть, у нас это же больше двух тысяч магазинов, то есть, вы можете прийти, ну, если вам действительно, вам нужно много продать, приходите, предлагайте, мы готовы это сделать для вас, централизованно, у нас есть свои склады, логистика выстроенная, то есть, для вас это будет федеральный игрок, пожалуйста, то есть, ну, и мы со многими работаем, то есть, не только СТМ мы делаем, мы работаем в том числе и с какими-то эксклюзивными контрактами, у нас есть, и там, прямой импорт и так далее. Поэтому, например, вот, если нас смотрят производители, есть желание получить большой, хороший, емкий рынок, понятный, опять же, там, прозрачный, там, со всеми данными и так далее, пожалуйста, вот, обращайтесь в офис Дрогери Союза, делайте предложение, я думаю, это возможно. Так, замечательно. Ну, невозможно в рамках нашего интервью все-таки не поговорить про технологии, а вы выступали у нас в моей секции «Рител Настоящий», вот, на «Рител Техе» в апреле, довольно такое хорошее получилось выступление с тезисами, связанным с тем, как можно зарабатывать, не тратя лишнее, да. Вот те технологии, и мы уже в самом начале разговора заикнулись о том, что вы были среди первых, кто начал продавать по штрих-коду, что было новинкой, да, и какие технологии сейчас в офисе, в магазинах максимально распространяете, чтобы, ну, быть современными и во что верите? Ну, вот IT-направление для нас стало там важным достаточно давно уже, мы много в это вкладываем, развиваемся, у нас очень много собственного софта написано, программы, то есть на, ну, как бы, собственной разработке. И, ну, мне кажется, сейчас, вот я как-то не вижу каких-то прям прорывных-прорывных технологий, наверное, самое последнее, то, что вот сейчас популярно становится, это касса самообслуживания. То есть мы, конечно, мы знаем про эту технологию, мы давно на нее смотрим, но мы все-таки считаем, что технология должна решать конкретные задачи. В нашем случае, вот мы, допустим, не видим у себя места для касса самообслуживания, ну, потому что, ну, нет очередей, у нас все-таки не такой трафик, как в продуктовых магазинах. Если есть лишнее место, мы лучше поставим туда что-нибудь интересное для наших покупателей. Поэтому, например, вот касса самообслуживания, хотя я знаю, что наши партнеры, некоторые уже играют с этим, тестируют. Вот, я сам, допустим, предпочитаю в магазине продуктовом, если есть возможность, пользоваться кассами самообслуживания. Но я считаю, что для нас, ну, по крайней мере, пока, может быть, мы где-то ошибаемся, но у нас нет пока оснований думать, что нам это надо, например. Поэтому мы туда не двигаемся, хотя мы про них знаем давно, там, примирялись и думали об этом. Наверное, все основные технологии, они связаны все-таки именно с какими-то программными вещами, да, то, что вот наши последние разработки собственные, это вот автоматизированная система управления персоналом, которую мы очень давно тоже делаем, пилим. И тоже мы ее начали делать до того, как на рынке появились такие предложения. Сейчас рынок уже что-то предлагает, там, и учет рабочего времени. И, ну, мы стараемся сделать систему более универсальную, то есть вплоть до, она работает как со штатными сотрудниками, так с нештатными сотрудниками. Она сама там начинает рассчитывать заработную плату, она там, ну, дает возможность перейти в цифру в общении с нашими сотрудниками, то есть там заявление написать, получить там, допустим, ну, там больничный отправить, сейчас, допустим, больничный для того, чтобы представить достаточно там код, да, просто ввести вот наше приложение, и все, ничего не нужно. И так далее. То есть мы вот стараемся в это направление развивать максимально, видим в этом перспективу. Ну и потому что как бы сейчас боль, наверное, для всей экономики российской, в том числе и для розницы. И мы хотим вот за счет этих технологий снять это напряжение. По многому, я думаю, получается. Есть у нас, опять же, внутренние разработки, которые связаны с оптимизацией наших промо-активностей. Ну, я не скажу, что они прямо какие-то запредельные, что мы сделали что-то такое, чего ни у кого нет. На самом деле это достаточно понятные вещи, но собственная разработка позволяет нам использовать, не менять наши бизнес-процессы, не подстраиваться под какой-то универсальный софт и делать немножко вещи более уникальные, да, и как бы более такие специфические, более приземленные на нашу землю. Ну, а сколько сейчас человек постоянно работает в IT-истории, для того, чтобы вам помогать все ваши идеи воплощать? Ну, я думаю, что вот живыми в офисе сидит, наверное, человек 30. Немало. Немало. Ну, еще есть как бы аутсорс, опять же, там разные проекты такие, то есть, ну, это такая большая статья затрат. Ну, это просто к тому, что, когда мы на тему автоматизации разговариваем, что если вы понимаете, что для вас вот операционный бизнес, где много нужно оттачивать и автоматизировать, чтобы упрощать деятельность ваших коллег, если у вас таких операционных моментов много, то надо готовиться к тому, что вот какой-то конкретный штат должен постоянно поддерживать эту историю. Ну, я всегда переживаю за то, когда мы говорим про тема автоматизации, что там что-то не работает, что-то... Ну, это практика показывает, изменений у нас много, их надо успевать внедрять не только с позиции, там, желания в магазине, там, или там желания вас, как управленцев, что-то видеть по-другому, ну, и все-таки у нас очень много изменений, ну, я вспоминаю, если раньше можно было, условно говоря, купить программу, там, на диске, поставить, установить и пользоваться, да, то есть сейчас такого, в принципе, невозможно. Если вы запускаете какой-то сервис, это штука, которая требует постоянной поддержки, постоянные изменения, постоянное... То есть ты не можешь взять, просто поставить программу, пользоваться. И сейчас поэтому и работает так, в основном, да, вы покупаете, как правило, подписку, а не коробку, что называется. Вот, и, ну, то же самое с нашим внутренним проектом. Мы понимаем, что с ним что-то заводим, то это вот ребенок, за которым постоянно нужна нянька, и который не будет работать сам по себе. Ну, вот мы говорили о том, что суммарно у вас около тысячи сотрудников, насколько велика текучка, как можете обозначить, сейчас вообще многие, беда, беда и боль, связанная с персоналом. Не распечатал цифру с текучкой, да, подготовился я. На самом деле текучесть кадров – это нормально, как бы естественное состояние, нельзя сказать, что это там хорошо или плохо, по-другому и быть не может. И, наверное, мы имеем проблему как с текучестью кадров, так и с ее отсутствием, да, то есть, скажем, на уровне управляющих магазинов, на уровне сотрудников офиса у нас практически нет текучки. И для нас это проблема, потому что у нас, ну, да, потому что у нас как бы выстроена таким образом работа, что, ну, там, у нас идет рост внутри компании, то есть, там, 90% сотрудников офиса – это бывшие продавцы. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что, например, продавец не может стать управляющим магазином, потому что управляющий не уходит. А новый магазин открывается, как правило, в новых регионах, там есть больше возможностей для карьерного роста, чем, например, в старых регионах, ну, потому что здесь физически уже нельзя открываться. И, соответственно… Что делать? Да, сложно… Что делать? Стимулировать текучку? Нет, ну, будем думать, на самом деле, это одна из задач. Мы сейчас будем с отделом кадров думать какие-то программы. Ну, мы стараемся, знаете, делать такую программу кадрового резерва, мы ее называем, когда мы даем людям, ну, решать задачи, скажем, которые, ну, на других должностях. То есть, допустим, если у нас есть такое понятие, как заместитель управляющего, да, который, вот, у него есть кадровый резерв, он проходит обучение, и в какой-то момент он готов занять должность управляющего, но ее нет. Мы стараемся давать ему задания, которые, там, например, это могут быть работы с планограммами, допустим, разработать, там, с какими-то, с оценкой других магазинов, там. То есть, такую работу, которая, она уже переросла, как бы, вот эта вот должность замуправляющего. Ну, замуправляющий, там, у него основная такая функция, это приемка товара и вот работа с товаром, да, больше. То есть, управляющий, он, как бы, больше работает уже с людьми. Вот, и мы стараемся, то есть, давать возможность работать, проходить какие-то дополнительные обучения, участки в каких-то конкурсах. Я, кстати, подвигаю очень внутри Дрогеря Союза идею, чтобы наши люди могли поработать друг у друга, там, да, посмотреть вот эту внутреннюю операционку изнутри, понять, что хорошо у кого, что плохо, и, как бы, быть таким тоже источником инноваций. Вот. Ну, вот в этом направлении будем думать дальше с отделом кадров, что можно сделать. То, что касается текучки, она, как бы, вот, ну, та текучка, которую мы имеем в виду, она, как правило, у нас в основном всегда была в первые три месяца. То есть, это, ну, питательный срок, понятно, что мы к людям присматриваемся, люди к нам присматриваются, не всех устраивает такая работа. Да, и вот здесь текучка достаточно большая, но ее, наверное, здесь невозможно победить, и ставить такие цели, наверное, было бы неправильно. Вообще, в принципе, у нас текучесть кадров, вот, если такая нумерическая, что называется, посчитать, она даже снижается. Но она снижается, знаете, за счет чего интересный момент, что мы, внедрив вот нашу новую систему, это АСУП, который управлен персоналом, мы дали возможность работать у нас без заключения трудового договора. Возможность подработки. И многие люди, которые хотели, например, работать у нас временно, они изначально не заключают с нами трудовые договоры, работают по договору гражданского правового характера. И вот эта картинка, она привела к тому, что у нас текучесть кадров снизилась. То, что, ну, то, что считает отдел кадров по штатным сотрудникам. Хотя, наверное, если считать все вместе, она, может, не снизилась, может, даже взросла. Ну, вот, по цифрам так. Поэтому мы вот таким образом решаем эту проблему, потому что мы стараемся выстраивать систему, которая может быстро готовить людей новых, то есть через онлайн-обучение, через систему дистанционного обучения, которые позволяют быстро подготовить. То есть сейчас, например, чтобы стать сотрудником компании ВПРОК, вам достаточно зарегистрироваться на нашем сайте, пройти обучение. Онлайн. Онлайн. И все, и выбираете вакансию, выходите работать. То есть не нужно даже там ни с кем разговаривать. В офис приходить. Да, не нужно. То есть если, как бы, показатели совпадают… Ну, какие показатели? У нас же нет ограничений. То есть если ты можешь ходить, уже хорошо. И нет, потому что, как бы, обучил, получил оценку. Да, да. Да, аттестацию, ну, как бы, итоговую аттестацию прошел. Ну, там, при регистрации, естественно, ты, конечно, должен предоставить там паспортные данные, там, ННН, СНИЛС, но это все делается в автоматическом режиме, то есть через… в онлайне также предоставляется, и все, ты можешь работать. А корпоративная культура, знания людей… А это вот уже вот на месте, он уже приходит в одни и те же магазины, по сути, да, то есть он же, несмотря на то, что он работает в разных магазинах, во всех магазинах, в принципе, одна и та же корпоративная культура, он, по крайней мере, должен, я надеюсь, что он встречает в разных магазинах одно и то же. То есть это те же самые технологии, те же самые правила, поэтому какая разница, работаю я сегодня в одном магазине, завтра в другом, правила-то одни и те же, соответственно. А они перемещаются между магазинами, продавцы? Конечно, то есть, ну, в принципе, эта система выстроена таким образом, мы его назвали еще в свое время как Uber для продавцов, да, то есть можно сравнить, что продавцы – это наши таксисты, а магазины – это заказы, да, то есть вот у кого есть потребность, он выбрасывает онлайн, и любой продавец может взять эту заявку и выйти в любой магазин. Хочешь подзаработать? Почему нет? Да, да, хочешь подзаработать. Причем мы как бы буквально недавно внедрили такую возможность тоже, как у таксистов, подсмотрели, что если какая-то горячая вакансия и, например, ее нужно быстро закрыть, то ставка начинает расти, что стимулирует человека, например, эту ставку быстро. То есть он, в принципе, может выйти в какой-то магазин, ну и получить, условно говоря, в два раза, чем, допустим, штатный сотрудник. Как интерес. Если это вакансия такая, да, горячая. А так получается, там стоит сотрудник, эх, как говорится, магазин, ну так бывает. Ну да, то есть это же понятно, что это не всегда, то есть вот если вот нам в каком-то магазине прямо надо закрыть срочно вакансию, мы делаем таким образом, и это работает. Еще немножко про покупателей, уже немножко покатавшись по, вот в этом период по городам, то есть мы уже были в Уфе, мы были в Челябинске, и между ними еще МИАС и Златоуст, да, заглянули. И везде практически прослеживается, что активно пользуются там группами ватсапах, собирает вот такие вот мини-группы, в которых люди обмениваются, ну вот тут конкретно районы, да. Есть ли у вас такая практика, когда вы обратную связь получаете не только по официальным каналам, да, а вот ваш, там, директор магазина держит какую-то группу ватсапе? Ну, я могу сказать, что это точно не наша какая-то стандартная практика, мы не стимулируем, ни этот, ну, с другой стороны, мы не запрещаем, то есть, ну, мы не говорим, что это так надо делать. У нас нет такого, скажем, опыта, что это хорошо работает, интересно. Мне кажется, у нас маркетинг справляется, знает, как, ну, у нас, допустим, наличие вот нашей собственной системы, вот этой вот ТБП, это же приложение, и для того, чтобы получить промокод, то есть большинство людей промокоды и покупки делают в приложении. Соответственно, нам очень легко к ним обратиться через Push, через чат-консультант, то есть, у нас есть, как бы, прямая связь, если надо, мы их соберем по группам, то есть, допустим, если какой-то магазин закрывается на реконструкцию, мы можем выбрать людей, которые в этом магазине делали покупки, мы видим, и донести на них этот формат, что магазин закрывается на реконструкцию, пожалуйста, идите в соседний. Либо, наоборот, если у нас что-то, какая-то новинка, что-то интересное, мы можем такую локальную связь поддерживать через наши, вот такие, ну, более, скажем так, технологичные каналы, что ли, чем через WhatsApp. Вообще, на самом деле, наша политика, она такого, пиара, да, общения с внешним видом, мы стараемся, чтобы все-таки этим занимались специально обученные люди, чтобы люди в магазинах там не наговорили чего-то не того, что на самом деле, ну, за что бы нам не пришлось потом, да, отвечать все-таки. Вот у нас есть, например, чат-консультант, вот вы тут девушек видели при входе, они отвечают на вопросы покупателей, и если у магазина, ну, к магазину задают, они очень часто стараются передвисать именно туда, потому что мы уверены, что ответ будет максимально корректный, правильный, без нарушения, там, не знаю, закона там или еще чего-то. Как называется, точно знаю, что так делает, и... Я знаю, я тоже вижу в магазинах, да, я тоже вижу. Наверное, тут есть... Просто ваш выбор такой, да. Да, мы побоялись, что там рисков больше, чем плюсов. Еще один момент. Ранее, когда мы там познакомились, в том числе говорили о том, что будете постепенно... Мы ждали, что у вас будет выход магазина в Москву, да. Как сейчас с этим проектом постоят дела? Собирайтесь, собираетесь? На самом деле мы сделали попытку, несколько раз мы выходили, смотрели, оценивали, но, в общем-то, мы пришли к такому мнению, что мы не сможем получить в Москве продажи больше, чем в других районах, регионах. Ну, и из-за конкуренции, и тоже, как бы, нужно понимать, что если ты видишь, прям, вот ты видишь, что вот это муравейник, вот здесь надо вставать, там ставки просто становятся такие, что у меня никакая экономика не пляшет, и либо нужно резко как-то маржинальность повышать, либо еще что-то. То есть с нашим продуктом мы в Москве не увидели перспективы. Есть, да, такие районы, которые нам более-менее понятны, и мы понимаем, что вот это похоже, там, условно говоря, на какой-то провинциальный город, какой-нибудь там, Красногорск, условно, да, там, я не знаю, то есть мы были и в Подмосковье в ближайшем, очень хорошие города, виды, населенность, мы понимаем, что здесь будет все хорошо, но при этом мы видим, что будет выше ставка, выше затрат на зарплату, то есть издержки на гарантии. Логистика. Логистика, ну, логистика не такая страшная, мы в Екатеринбурге работаем, от нас тысячи километров что до Москвы, что до Екатеринбурга. Мы понимаем, что при гарантированно более высоких затратах мы не факт, что получим больше доходов. И мы планировали с Циркулем выходить, мы посмотрели, мы сделали нашу экономику, то есть, ну, в Москве магазины должны продавать столько, сколько сейчас не продает ни один наш Циркуль. И, наверное, это возможно, я не могу сказать, что это невозможно, но как бы мы подумали, что у нас сейчас достаточно, в общем-то, более понятных мест для развития, чем Москва. То есть, вот, ну, я бы называл города. Просто как бы, Москва ради Москвы, зачем? Да, да. Да, мы периодически наблюдаем, когда региональные игроки пробуют пощупать, скажем так, Москву. Но Москва тоже не всех принимает, это тоже надо понимать. И действительно надо иметь определенный запрос площности, или все-таки ответить на вопрос зачем, то есть на узнавание бренда или еще что. Ну, это значит, что, опять же, нужно будет бороться за внимание покупателя, у которого там оно очень сильно распыляется. В факт. Ну, что ж, и, наверное, в самом финале я всегда спрашиваю про ближайшие планы, фокусы, каких открытий ждать. Есть вот уже на протяжении посещения последних городов, наблюдаем, что кто-то, например, было какое-то время стагнации, пересмотрел модель, сейчас там собирается за развитием, да, кто-то, наоборот, пока сжимается, потому что покупатель немножко уже перестал быть таким, который он есть. Как у вас сейчас, какие планы строить? Ну, вот я говорил о том, что мы сейчас работаем по обновлению нашего магазина впрок, и посмотрим, что получится. Но, скорее всего, мы будем все-таки делать ставку на то, что мы будем делать обновление существующих магазинов, и таким образом хотим повысить эффективность этих магазинов, привлечь тех покупателей, которые по каким-то причинам от нас ушли. Это вот, наверное, приоритет на следующий год уже будет. Ну, с циркулем у нас, как бы, концепция понятная, она не меняется, мы открываемся, то есть транспортное плечо там до тысячи километров, учитывая относительно высокую маржинальность и низкий, ну, товар легкий, достаточно компактный, мы можем возить его до Омска, туда довозим, и экономика там у нас хорошо работает, то есть даже три тысячи километров. Поэтому мы считаем, что у нас в плане развития циркуля очень большие перспективы, но, как бы, наверное, тут есть проблемы с выбором мест, то есть у нас нет каких-то прям хороших геосервисов, которые нам помогали бы в этом, хотя на рынке вроде предложений много, но пока-либо все это стоит очень дорого и не очень эффективно работает, все-таки лучше, чем посмотреть глазками, пощупать, потрогать, походить ножками, ну, не работает. То есть с циркулем мы будем дальше в этом плане развиваться. То, что касается каких-то внутренних процессов, то, ну, вот мы сейчас продолжаем работать над производительностью труда, то, что вот нам задали тренд программы производительности РФ, и мы продолжаем с этим работать, видим, там еще есть потенциал определенный, снижать издержки будем, и, наверное, будем повышать эффективность управления категориями. То есть мы тут проводили свои, как бы, исследования, мы поняли, что есть потенциал, мы не дорабатываем, не всегда у нас категории сбалансированы, не всегда они правильно выстроены, и у нас есть там интересные, хорошие кейсы, когда мы, там, сделав правильные вещи, получали хороший результат. Будем в этом направлении двигаться. Это, наверное, приоритетно ближайшее. А если по цифрам, с точки зрения, там, количества магазинов, которых вы ожидаете к концу года? Ну, как правило, мы исходим из, знаете, планирования, то есть мы делаем планы на год, то есть исходя из неких финансовых планов, мы примерно, у нас такая цель, половину нашей чистой прибыли тратить, то есть мы развиваемся за счет собственной прибыли, половину чистой прибыли мы планируем тратить на открытие. Мы смотрим, какие наши ожидания, исходя из этого верстаем планы, да, то есть в этом году, например, у нас 10 было магазинов «Циркули» и 5 магазинов «Прок» в планах. Вот по «Циркули» мы выполним, скорее всего, по «Впрокам». Но тут проблема уже больше локаций. А сколько уже открыли из 10 «Циркули»? Может быть, 10 уже открыли, да. То есть у нас были еще закрытия за открытием, открыли точно мы 10, а плюс какой, может быть, там, плюс 8, наверное, может, плюс 7, как-то так. А со «Впроком» я говорил, что мы открыли недавно в Челябинске и в Казани, но мы видим, что как тяжело все это идет, и, возможно, мы сейчас поработаем с экспертами, может, даже концепцию изменим для других регионов, может быть, мы что-то придумаем. У Челябинска от Уфы отличаются кардинально. Вот я сейчас опять только открылась по свежим впечатлениям. Там реально другой потребитель. Вот вроде как все мы одинаковые, мы живем в одной стране, но насколько по-другому человек воспринимает одну и ту же картинку. Даже, ну не знаю, в том же Челябинске или вот там же в том же Золотоусте, там люди абсолютно нормально и много ходят в столовую кушать вне дома. Например, я живя в Вологде, там когда-то на Волобудской области, там практически не ходят люди вне дома кушают, то есть у них нет привычки такой. Ну, потом, вот именно просто обычный рядовой покупатель, а там есть. И это тоже очень сильно влияет на процессы связанных с готовью. И я представляю, что вам со своим ассортиментом, когда вы там неузнаваемы, надо объяснить, почему вместо там условного магнитка-эксметика, который на каждом шагу, нужно пойти к вам. И это, да, это уже вызов. Вот это такая большая проблема. И просто мы даже одно время говорили, что мы не будем развивать впрок, то есть будем работать только в тех регионах, где мы есть. Но в какой-то момент мы просто достигли, ну там, у нас не стало убыточных магазинов, ну и возможности нет. То есть если вы не открываете новые регионы, ну как бы, как правило, очень сложно развиваться. Потому что локации, опять же, открывать, где попало, не хочется. А хороших локаций, как правило, в домашних регионах мы все уже там истоптали, что называется. Поэтому вот мы в этом году, как раз это была такая проба, мы назначили несколько городов, где мы бы хотели открыться. Это вот Казань, Челябинск, Кулияновск, Екатеринбург. Ну тоже как бы, либо очень высокие ставки. Не всегда экономика просто у нас проходит с такими высокими ставками. Может быть, мы здесь что-то сможем придумать вместе с экспертами. Для себя, как для руководителя, какие задачи ставите по развитию себя, сотрудников? Знаете, это тоже такие управленческие задачи. Вы все-таки постоянно качаете такого рода мышцы? Я вот никогда такие, наверное, задачи не ставил для себя. И вот это такая, наверное, сложная штука. То есть не очень понимаешь. Очень часто ты встречаешься с такими вопросами, вот даже что касается обучения или еще чего-то. То есть приходишь, тебе рассказывают, ты такой, блин, ну это же, ну как бы это же азы, да? То есть тебе там рассказывают, как управить. Вот там курс финансовый директор. Думаешь, ну что, приходишь, тебе начинают рассказывать, что вот там, сок, там такой, оборотный капитал и так далее. То есть ты понимаешь, что ну как бы слушать каждый раз не совсем интересно. А вот как бы услышать действительно что-то вот, ну для меня, например, было открытием, это вот про производительность, о том вот эти вот какие-то вещи, связанные с бережливым производством, это как бы именно производственная тема. И как ее можно было втянуть и использовать у нас вот в рознице, для меня это стало сюрпризом на самом деле, что это может все работать хорошо и полезно очень может быть. И вот мне было интересно, я там почитал и послушал разные книжки, связанные вот именно вот с бережливым производством. И когда слушаешь, так думаешь, так, ну это как бы чисто производственная тема, а вот здесь вот, наверное, вот мы могли бы это использовать, это для нас как бы полезная штука. Вот, и, наверное, все, что касается какого-то развития, оно где-то вот рядом, да, то есть не вот прямо в рознице и так далее, потому что, ну, здесь не так, ну, выставки достаточно посетить, послушать, посмотреть, что люди говорят. Ты такой, понимаешь, да, я в тренде, я это читал, я это видел, я это знаю, как бы, вот, а вот где-то из других, вот я думаю, что если какие-то прорывы будут, они будут откуда-то из другой области. Откуда пока не знаю. Опять же, дорогие союз, это очень интересная тема, потому что, ну, много сетей, все же люди, ну, личности, это творческие, и вот недавно вышла интересная такая тема у Оптимы, Ижевская сеть, они начали снимать художественные ролики о сети, то есть они прямо сделали сценарий, какой-то сериал, они хотят снять сериал, называется Beauty Bar Optima. Можете зайти на их страничку, посмотреть, там, этот, декорации, там профессиональные актеры, то есть это какой-то, ну, вообще, другой, ну, мы так никогда не делали. Непонятно, как это получится, зарабатывать на этом деньги, что из этого выйдет, но это очень интересно, то есть в том плане, что это что-то новое абсолютно. Я вот предлагаю посмотреть, это прямо, ну, прямо сериал, это художественный, как-то, небольшой художественный фильм сняли, и они смогли, с одной стороны, там видно, что они пытаются, как бы, и продвинуть свой бренд, и товары, и в то же время это сделать ненавязчиво, интересно для зрителя. Ну вот, вопрос о каких-то... Поэтому, да, я говорю то, что вот мы общаемся очень много, мы бываем часто друг у друга, вот мы тут были недавно, в Йошкар-Оле тоже, вот тут город небольшой относительно, сеть недавно стала членом Дрогеря Союза, очень много интересных вещей, там, я не знаю, для меня, например, был шок, что Йошкар-Ола это вообще центр IT и технологий в России. Я просто чуть с ума не сошел, когда мне там привели какую-то статистику, там, в Йошкар-Оле 20, по-моему, 5 IT-компаний с оборотом больше миллиарда, в Казани их 5, в Йошкар-Оле 25, причем там есть такие компании, как вот Айспринка, с которыми, я даже не знал, что они из Йошкар-Олы, кстати, мы с ними работаем, но они из Йошкар-Олы, которые там работают в 78 странах мира, из Йошкар-Олы, у них есть поддержка на японском языке, представляете, вот у них кабинет написан, техподдержка на японском языке, то есть для нас это вообще был такой разрыв мозга, шаблона, и вот, ну, как бы, кстати, Дрогеря Союз там сейчас планирует с ним совместный проект сделать, поэтому наше богатство, то, что у нас так много разных компаний из разных регионов, мы очень много друг у друга черпаем всего полезного. Главное это видеть, наблюдать и внедрять, применяя уже накопленный опыт и чувствуя, что же можно имплеметировать в свою компанию, не потеряв свою уникальность. Совершенно верно. Джаз-бенд, каждый играет свою, да, но у нас общая мелодия. Да, спасибо большое. Потрясающее интервью, знаете, каждый раз, действительно, вот погружаясь в работу людей, вот эта выжимка нашего такого, мы почти два часа там общаемся, и меня периодически ругают, зачем так много, ну как еще можно поговорить спокойно и погрузиться, да, по-другому я не представляю, как можно еще погрузиться. У нас еще на самом деле ожидают магазины, чуть-чуть заглянем, чтобы видеорепортаж вам была возможность показать. И экспедиция ритейл продолжает свою работу, смотрим различные магазины, встречаемся с очень интересными людьми и очень рада, что российский ритейл продолжает развиваться, и у нас есть возможность смотреть разных игроков. Читайте, изучайте наши материалы, которые мы выпускаем по результатам экспедиции, подсказывайте, куда еще нужно приехать, я сегодня уже услышала, куда точно нужно заглянуть. Смотрите наши видео, читайте retail.ru, до встречи, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!